Если вы хотите узнать больше о современных и интересных профессиях в Кыргызстане, но боитесь задать глупый вопрос, мы зададим их за вас. У нас в гостях актриса Сабина Исманбаева, а это значит, что сегодня мы приоткроем завесу тайн актерской жизни. Меня зовут Сабина Исманбаева, мне 22 года, и на данный момент я служу в Русском драматическом театре имени Чингиза Айтматова. Мой путь актрисы начался с того, что я поступила в студию при Русском драмтеатре. Мастером курса нашим была народная артистка Любомудрого Лариса Михайловна. Вот, собственно, с этого мы показали свой дипломный спектакль и нас приняли в труппу театра. Первая моя роль, ну, конкретно уже в театре, когда я училась, это была роль Настеньки. Такая голубая героиня, как это называется. Это была пьеса «Беда от нежного сердца» Сологуба. Мы играли ее на сцене Молодежного театра КРСУ. В кино у тебя есть шанс что-то переиграть, у тебя есть шанс сделать множество дублей. Ну, конечно, все зависит от терпения режиссера. На сцену ты выходишь, у тебя один шанс, ты делаешь здесь и сейчас. Изучать историю своего персонажа, изучать пьесу, в которой ты работаешь, ну, и дополнительно накидывать туда какие-то вещи из наблюдений. Ну, то есть ты ищешь из жизни персонажей, похожих на твоего героя. Читается пьеса, начитывается, начитывается. Актер с помощью режиссера наполняет свою роль, наполняет своего героя. А потом уже вместе с режиссером актеры выходят на сцену и начинают разводить сцены, мизансцены. И по ходу дела, пока ты, это называется учить на ногах, пока разучиваются мизансцены, пока они придумываются, ставятся вместе с режиссером, как-то сам по себе выучивается текст. Ну, и разумеется, помимо этого, попутно каждый актер сидит дома и учит свою роль. Мы ездили на гастроли вот в ноябре. Это были первые гастроли в жизни молодых актеров нынешних нашего театра. Это была программа больших гастролей, устраиваемая российской стороной. И было очень здорово. Масса эмоций. То, как встречала нас публика местная, российская, это просто непередаваемо. А-ля вам что-нибудь, ну, что-нибудь острохарактерное что-нибудь хочется попробовать.